Добрый день, друзья, уважаемые коллеги! Ни для кого не секрет, что эпидемическая обстановка в стране ухудшается с каждым днём. Также ни для кого уже не секрет, что во многих учреждениях здравоохранения страны не хватает средств индивидуальной защиты. В частности, я представляю областную детскую клиническую больницу Великого Новгорода и заведующее отделение, лороделение этой больницы. В нашем отделении, как и в целом в больнице, средств защиты практически нет. У нас нет ни респираторов со второй степенью защиты, ни защитных очков, ни защитных экранов, ни противочумных халатов, костюмов. Всё, чем мы располагаем, это просто обычные медицинские маски, и то они в достаточном количестве. Вчера главный врач на совете сестёр объявил, что медицинским работникам придётся самостоятельно шить маски, потому что масок в учреждении не хватает. И сейчас медицинские работники перед очень сложным выбором. В отсутствии средств защиты первый вариант, либо медицинские работники не выходят на работу, второй вариант, им приходится как-то позаботиться о себе. Я, как и мои коллеги, я думаю, что большинство медицинских работников в стране, осознавая общественную значимость и угрозу для нас, для всех, будут выходить на работу, даже не имея средств индивидуальной защиты. Всё, что нам остаётся, это позаботиться о себе самим. Наши реаниматологи уже в течение двух недель мастерят себе средства защиты из подручных материалов. Вот одно из них я вам сейчас продемонстрирую. Мне его передал врач-анестезиолог-реаниматолог. Вот такой вот защитный комплект. Это строительные очки. Это модифицированный строительный респиратор, который плотно прилегает к органам дыхания. Здесь самодельные коннекторы-переходники из подручных материалов под вот такой вот медицинский дыхательный электростатический фильтр. Этого фильтра хватает на 24 часа непрерывной работы. Можно использовать один фильтр-заглушку. Также возможны разные варианты изготовления средств защиты из других материалов. Кто-то их готовит из аквалангов, кто из чего. Но, по крайней мере, это всё, что сейчас нам удаётся достать. Я бы хотел обратиться ко всем зрителям, кто увидит это обращение. Если есть возможность присоединиться к проекту, который сейчас проводит профсоюз альянс врачей, данный проект будет всероссийским, если нам удастся. Будут централизованно закупаться нормальные профессиональные средства защиты и поставляться в первую очередь в те учреждения, где ситуация совсем плачевная, где их совсем не хватает. Пожалуйста, поддержите нас, потому что мы ходим на работу ради вас. Абсолютно беззащитные. Спасибо большое всем.